привет привет с вами алена и сегодня я хотела бы немножко пролить свет на такую проблему как под ногтевая мозоль казалось бы такая незаметная штучка но такая невыносимо мучительная лично у меня такие штуки тоже случаются как на больших так и на вторых на третьих пальцах ног вот в данном случае у нас клиент тоже с под ногтевой мозолью то есть она не понимает что конкретно у него там болит я проверяю вижу что ноготок слегка скручивается сначала думал что это он просто вырастает начинаю убирать скрученную часть я использую для этого кусачки кутикульные по моему в этом случае хотя правильнее было бы взять пряморежущие но кутикульные для меня острее мне кажется что им сработать быстрее и дальше начинаю моей волшебной палочкой выгребать то есть искать смотреть что же там под ногтем прячется понимаю что мало срезала и не имею доступа поэтому открываю еще чуть-чуть побольше работаю аккуратно потому что носик у моих накожницы очень очень острый зато без труда срезает ноготок да конечно заточку после этого испортится но для меня опять таки это не проблема ведь у меня своя студия заточки я надо сказать про думан по жизни и вот обратите внимание после того как мы убрали уголочек который нам мешал теперь нашему взору открывается та самая непонятная многим под ногтевая мозоль то есть все про нее говорят но никто не знает как же так она выглядит и что же с ней потом делать по сути своей это такая часть кожи которая уплотнилась причине того что на нее постоянно производилась длительное механическое воздействие то есть кусочек ногтя был прижат к коже но я стараюсь объяснить очень простым языком и постепенно ее натирала кожу ничего у меня не нашла как уплотниться потому что это ее нормальное естественное состояние эта мозоль естественно она держится то есть она там не лежит она прикреплена к коже единственное что мы можем это осторожно ее оттуда начать вытаскивать и дальше потихоньку кусачками вытягивать и выстригать как в принципе любую другую мозоль в общем ее просто тупо надо оттуда убрать и да это достаточно сложный процесс на мой взгляд потому что вот здесь я вам показываю видео без ускорения единственное что я как всегда вырезала пустые места без движений и даже удаление одной под ногтевой мозоли занял у меня в чистом виде пять минут с копейками и это еще без трата времени на перекладывание инструментов и прочего прочего естественно моя основная цель это не навредить и не откусить и не отщипнуть там лишнего чтобы все оставалось на своих местах поэтому я работаю очень медленно аккуратно постоянно рассматриваю большим пальчиком прижимаю кожу придерживаю чтобы смочь уцепиться и мы видим какая площадь этой под ногтевой мозоли я хочу вам сразу сказать что человек испытывает неимоверное облегчение по причине того что это все убрано и больше не трется я как человек страдающий таким недугом точно знаю ведь форма моих ногтей достаточно арчные для ног и под покрытием при перенашивании там при слишком большой длине буквально две две с половиной недели мои ногти отрастают я прям начинаю чувствовать это постоянное давление и ноги начинают ну как это выразиться ныть то есть они прям вот постоянно находятся в этом состоянии но в какой-то момент конечно к этому привыкаешь но как только все это уберешь облегчение просто нереальное прям вот рекомендую такую тему чтобы кайфануть но мы тем временем по кусочку по маленькому маленькому все вырезаем и убираем конечно же у нас нет цели дорезать до крови поэтому как только я убедилась в том что у меня закончили большие кусочки кожи которые я могу срезать а естественно я перехожу к фрезе я взяла остренькую фрезу пузатую пламя с синей насечкой ее правда здесь не видно она то ли смылась то ли и вообще не было знаете да синие насечки обычно ну некоторые производители не рисуют в общем тем не менее мы берем фрезу синей насечкой и очень осторожно на низких оборотах я начинаю вычищать оттягиваю большим пальцем боковой валик чтобы не дай бог ничего не пропилить чтобы кровь не пошла но вычищаю все что нам мешает прочищая эти ходы чтобы дальше жить было легче да мы видим чуть розовую кожу но до крови естественно мы туда не доходили опять-таки повторяю показываю все без ускорения то есть я достаточно долго не спеша зачищала сгладила также свободный край зачистила его чуть вверх как при онихали здесь и чтобы это все аккуратно прирастало и конечно же даем рекомендации клиенту по поводу правильного подбора обуви что не нужно на сороковой размер 36 натягивает что пальчики в обуви должны чувствовать себя свободно я вообще люблю когда есть техническая возможность пальцы на ногах сжать кулачок в обуви да такое подобрать реально то есть я со своим тридцать девятым спокойно покупаю сороковой даже сорок первый размер обуви главное чтобы не было там удобно и конечно же специальные ортопедические стельки никто не отменял это чудесная вещь которая также приносит облегчение но мы тем временем закончили нашу зачистку под ногтевой мозоли вот так это выглядит я к сожалению был очень короткий кусочек конечного результата поэтому я его замедлила от вас жду как всегда комментариев кто как справляется с этими мозольками и всем пока с вами была алена до новых встреч